20.00 в Украине на интере подробности о сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Прощай внеблоковый статус, здравствуй, налоговый кодекс. Бюджет завернули и у Турчинова не срослось. А под стенами Верховной Рады бурлят люди. Мы понимаем, что делается в стране, но уже так у нас все остальные споры. Теракт в Мариуполе. Что взлетело в воздух и что удалось спасти. Рада бюджету не рада. За что и как будет жить страна? Доходы, расходы, зарплаты, налоги. Об этом сегодня говорили в парламенте, говорили и знакомились с законопроектами прямо на коленках в зале. И там же запахло политическим каннибализмом. Что к обминам обещает Екатерина Лысенко подробнее. Кот в мешке под депутатскую елку. Так в кулуарах говорят о бюджете, проект которого только под утро появился на руках нардепов. Пришел файл с бюджетом, он очень пиздно. Пришел, я его в принципе сегодня с ранку где-то с 8 часов читал, починал читать. Бюджет не видел никто из тех людей, которые не приближены к телу к обмину. Что будет дальше, как будет проходить этот процесс, мы увидим документы, увидим самые новые цифры. В сессионном зале риторика Тажа. Прошу сейчас всех не делать из нашего бюджета какие-то кулуарные, подковдровые, не знали никому игрушки. Мы неодноразово слышали, что в бюджет на следующий год будет закладаться курс гривеней 17 гривен. На сегодняшний день мы уже слышим, что курс гривеней будет 22 или 23 гривен. Так какой курс будет на самом деле? У нас есть простая пропозиция. Хочете наповнить бюджет, остановить на півроку контрабанду бензина через Одесскую митницу. Но более детально говорить о цифрах, доходах и расходах в зале решили после обеда. Сначала вопросы нацбезопасности. Расширенные полномочия секретаря СНБО, нынче Турчинова, рассматривают первым делом. И сразу критика в рядах самой коалиции. Теперь надается такие полноважения РНБО, что это совсем другой орган, третье джерело влады. В период между заседаниями РНБО совершен контроль за выполнением решений. Посмотрите, в каких сферах? Державной безопасности, правоохранительной деятельности. В сферах военно-технического сотрудничества. Внутриполитичные, информационные, экономические, научно-технические, экологические, социальные, гуманитарные. Это что, национальная безопасность и оборона? Секретарь РНБО имеет право координовать и контролировать выключенное решение, принятое РНБО и введенное в действие указом президента. Выключено. Комитет предлагает отхилив эту поправку. Но отклонили не поправку, а сам законопроект. 223 за. Не хватило трех голосов. 223. Законопроект снова пытались внести повестку дня, но безрезультатно. Снова 223. Отправили в комитет на доработку. Это вопрос влады. Моё переконание в том, что этот закон абсолютно ничего не вырешивает, створюется повноважение под людину. То есть, влада продолжает делить владу, вместо того, чтобы бороться с кризой. А в зале перешли к внеблоковому статусу. Чтобы защитить нашу независимость, суверенитет и недоторганность кордоней. Здесь в коалиции нет споров против только оппозиции. Но ту на полусловия оборвали. Голосовать за НАТО, голосовать за отмену внеблокового статуса. Одно слово, будь ласка. Мы, безусловно, не будем. Все, спасибо. Шановные коллеги, я хотел бы надать слово комитету. Комитет даёт добро. Неблоковый статус отменили. Принято. А дальше разговоры о бюджете. После полуторачасового перерыва в ложек админа появилось правительство. Министры приехали рассказывать, как хотят изменить четыре десятка законов налогового и бюджетного кодекса. Премьер перед нардепами выступать не стал. Идею презентовала министр финансов Яреська. И министры по очереди. Нас очікує непростий рік. Непростий рік, в якому 30% наших видатків заплановано на оборону та на обслуговування боргів. Ми закладаємо в бюджет 82,9 млрд на оборону плюс 6 млрд гарантії. Ми беремо на себе зобов'язання наприкінці наступного року все-таки збільшити і прожитковий мінімум, і мінімальну заробітну оплату. Це буде зроблено приблизно на 13%. У Яценюка одно требование – сначала змінити бюджетний і налоговий кодекси, а уж потом приймати смету. Ну а цифрах в Раді только говорили і ні за що не голосували. Нам не подобаються подані документи, бо вони не містять жодного компромісу, який був досягнутий переборок коаліцій і уряду. Компромісів досягнуті в сфері АПК немає, компромісів про скасування ПДВ рахунків немає. Бюджет абсолютно не влаштовує нас. В державі системна економічна криза. І бюджет жодним чином не вирішує питання створення нових робочих місць, відновлення виробництва, відновлення інфраструктури, фінансування будівельної галусі. После долгих разговорів, презентации в парламенті решили работать без передышки. До четверга изучить сотни страниц законов в профільному комітеті, а це змінення в налогові і бюджетні кодекси. А в четверг – попытаться приняти в першому чтенні, а в воскресенье – во второму. А 30 декабря перейти к самому бюджету. Уж очень хочеться над ДЕПом Новий год встречать со сметой. А ще більше їм хочеться не здавати вже купленні билеты, отменять чартери і оттягнуться подальше от кризиса в країні. Екатерина Лысинка, Ірина Романова, Евгений Камінський, Сергій Коваль. Подробності – телеканал «Интер». О розширенных полномочиях СНБО. В какому вигляді вони потрібні? Кому і потрібні ли взагалі? От мнення політологів. Зараз йдеться про те, що ці повноваження сформовані нібито персонально під Турчинова, але в принципі такий інституційний наголос на проблеми безпеки Україні вже дуже давно був потрібен. Фактично це таке враження ніби другий кабінет міністрів. Чи це потрібно для конкретної людини, яка там зайняла цю посаду, так? Чи це потрібно все-таки для країни? Загально сказати, що будуть вводити якимось указом якісь там рішення, ну це ненормальна ситуація. Нам не треба два органи виконавчої влади. І вот які зміння подготовив кабінет налоговий кодекс. Якщо іниціативу підтримують, багато може віддати в казну побільше, ніж раніше. Налог на доходи физлиц, превішающе 10 минимальних зарплат на сьогодні це 12 180 гривень, хочуть увеличити на 3% з 17 до 20. Те, хто получає проценти від депозитів і інвестицій, дознаху буде поделитися з государством вже не 15, а 20% своїх доходів. Акциз на бензин планирують повысити на 2%. Продавці алкоголя і сигарет також получат дополнительный 5% акциз с розницей. А владельці роскошних авто должны будут отдавать казне 25 тисяч гривень ежегодно. Річ идет о машинах не старше пяти лет, с объемом двигателя более трех литров. Предложений кабінет бюджет категорически не нравится профсоюзам. В Київ съехались несколько тысяч человек из всех регионів страны. Учителя, железнодорожники, медики, строители с утра перекрыли улицу Грушевского, потом пикетировали парламент, пришли и те, у кого валютные кредиты. Бюджет с урезанными соцвиплатами назвали антинародным. Мы приезжали из Тернополя. Нам хотят забрати от нас этих 20%, которые нам дали за престиж. Зняти надбавки, хотят у нас забрати категории. Мы понимаем, что делается в стране, но уже так у нас все. Дерти остальную шкуру – это уже очень занадто. Не припустимо вносить бюджет, вносить программи, которые должны выполняться за счет простых людей. Не припустимо! Он должен заработать себе на носе. Мы ни в никаком разе не допустим тих ганебных антисоциальных инициатив, которые своего времени на трибуне Верховной Ради анонсировал премьер-министр Украины. Можем посадить, под креслою, на короткий поведок премьера и уряд. И каждый шаг, каждую деятельность, каждую цифру в бюджете, в любом своем решении, он должен согласиться с проспелковым движением Украины. Парламент бурлил из-за намерения правительства легализовать игорный бизнес. Возмущенный нардеп Борислав Береза и обиженный премьер Яценюк. Вот как это выглядело. Это только лоббийский закон, который лоббирует интересы московских корпораций, которые работают в Украине. Это меселый патриот. Это деньги, которые идут в Россию и на которые выражают российских найманщиков. Пан Яценюк, скажите, пожалуйста, кто вас наймает? Закон Украины или московские игроки? Пан Яценюк, я понимаю, что вы сейчас очень обурены. Кто-то должен вам сказать в очи, что то, что вы делаете, это неподобство. Надо разобраться, кто работает на Москве. И тут у меня есть вопросы. После этой перепалки премьер пообещал разобраться с Бориславом Березой, но этого не было слышно. Премьер от комментариев отказался, а вот Береза согласился. Господин Яценюк, вы когда кому-то угрожаете, помните про печальный опыт господина Януковича, который угрожал и когда-то Мустафена Ему. Вы помните, где сейчас находится господин Янукович? Так вот вам даже Ростов не светит. Когда вы отправляете деньги, которые московские лотерейщики зарабатывают в Украине, через начатбанк, где сидит ваш друг пышный, друг детства, и вы пытаетесь делать из Украинского государственного банка стиральную машину, вас народ привел в то кресло, которое вы занимаете. Помните, кто вас нанял и на кого вы работаете. И не меняйте нанимателя. Еще одна история с игорным бизнесом. Карты деньги под соусом культуры с духовностью. Соус, приправленный патриотизмом и заботой о культуре в исполнении главы парламентского комитета. Подробнее об этой кухне Елена Зорина. Их официально запретили пять лет назад. Теперь предлагают вернуть идею. Продвигают сразу по двум фронтам народным. С одной стороны, Яценюк и правительство там уже подсчитали. Отмена запрета на игорный бизнес принесет бюджету 2 миллиарда гривен. А с другой стороны, глава парламентского комитета. По вопросам культуры и духовности тоже фронтовик Кнежицкий. Предлагает забрать в свое ведение вопросы налогообложения, казино, а заодно и лотерей. Мол, чтобы ту самую культуру развивать, его коллеги по парламенту эту историю называют странной. И видят в этом некую теневую схему. Спроба перевести это в предмет ведения иншого комитета, выглядит, ну, певно-таки, подлаштование культуры под конкретную людину. Под керевника комитета испытаний культуры и духовности Кнежицкого. Это мне нагадывает, знаете, историю, как в часе Ельцина был створен фонд спорта имени Торпищева, который сгорел какие-то цигарки, начинка взбирал гроши на спорт, но в письмах они где-то распродались. А вот те, кто не против этой идеи, сомневаются в ее прозрачности. Законопроект, на мой взгляд, все-таки еще в некоторых вещах сырые, и тоже оставляет достаточно много пространства для коррупции, для маневров. А насколько, как бы, он полезен будет бюджету, это уже, конечно, вопрос депутатов и бюджетной комиссии. Сам автор раскрывать все карты не спешит на вопрос, как связаны рулетки с культурой, отвечает, убегая. И вот что. А на вещь у Комитета испытаний духовности о податкувании лотерей... В Кремль за зарплаты. Кремль, похоже, он вспоминает не зря, а секрет в тех самых лотереях. В Украине в лотерее работают исключительно российские деньги. Если мы хотим дальше финансировать российскую армию за счет украинцев, давайте дальше работать. Вот и работают с некоторыми очень близкими к нардепу Княжицкому, те, кто связан с лотерейным бизнесом, произносят патриотические речи, ходят в вышиванках и трудятся на тех, о которых говорил депутат Береза. Мы не оставим эту тему без внимания. За самим Княжицким тянется целая вереница грязных историй. Почти два года назад его связывали с рейдерским захватом ТВАЙ. А совсем недавно телеканал, в основателях которого теперь называется Княжицкий, оказался в эпицентре скандала. За трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию России. Надсовет заподозрил СМИ в разжигании национальной розни. А после длительных дебатов вынес СМИ предупреждение. Почему именно такое решение было принято здесь комментировать, не хотят. А вот что говорят те, кто в свое время называл Княжицкого врагом прессы за историю СТВАЙ, а теперь просто партнером по парламенту. Украинцы побачили позицию лидера державы-агрессора за великим рахунком. Украинцы сформировали с этого привода свою думку. В принципе, это свобода слова. И уже ни слова, как о враге прессы прошлого года. И никаких аналогий с европейскими примерами. Совсем забыли, как в ноябре полчаса эфира для Путина обернулась большим скандалом в Германии. Немецкий телеканал ОРД осудили и политики, и журналисты. Почему здесь, в Украине, хотят СМИ обелить, узнаем завтра, если ситуацию вокруг украинского телеканала будут обсуждать на Комитете по вопросам свободы слова. И о цене такого слова тоже. И еще интересно, что скажет движение «Честно». Елена Зурина, Андрей Анастасов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. И вот как деятели культуры, музейщики Украины прокомментировали идею Комитета по духовности рулить игорным бизнесом. Если они готовы заниматься культурой, они занимаются чем-то, что имитует какую-то культурную деятельность, а позатим решатим свои последствия. Я думаю, что у каждого депутата есть бизнес-интересы и определенные обе, которые они должны обеспечивать. Это их миссия в Верховной Раде Украины. В минувшую субботу в Песках между моим коллегой Вениамином Трубачевым и командиром 93-й бригады произошел конфликт. Вот эти кадры. Сегодня Минобороны принесло свои извинения за этот неприятный инцидент, который, как мы надеемся, уже исчерпан. Мои коллеги продолжают отслеживать ситуацию на Востоке сразу в нескольких горячих точках. Сейчас с нами на связи Ярослав Кречко. Слава, здравствуй. Как соблюдается режим тишины в преддверии Минской встречи? Террористы сейчас продолжают провоцировать украинских военных. За последние сутки зафиксировано более 10 обстрелов украинских позиций, в том числе в районе Донецкого аэропорта. Мы сегодня были в поселке Чернухино. Это крайний поселок, который контролирует украинская армия за Дебальцево. Правда, снимать нам там не разрешили. Но вот пока машину нашу не развернули, бойцы военные успели нам рассказать, что в последние дни действительно террористы в этом районе стреляют реже. Вот только в районе поселка Никишино этой ночью украинские позиции обстреляли с гранатометов. Спокойнее сейчас и в самом Дебальцево город немного ожил, обстрелов не было уже неделю. Порядок там вместе с местной милицией обеспечивают бойцы. И вот они рассказывают, что активность диверсантов сейчас уменьшилась, но они стали больше находить контрабанды. Цигарки контрафактные, контрафактные алкогольные вырубы, очень много из них появились. Прямо все, конечно, это оружие, наркотические засобы. Многие местные жители отказываются с нами разговаривать, а вот те, с кем удалось поговорить, конечно, радуются, что нет обстрела, но жалуются, нет работы, и как восстанавливать свои разрушенные дома, на какие деньги они пока не понимают. Железная дорога не работает, стоит уже с 24 июля. Я же сам железнодорожник, полгода без работы. У меня пока все, Наташа. Спасибо, Слава. Ярослав Кречко был с нами на связи из зоны АТО. В Мариуполе сегодня теракт и убийство, там находится Эльвина Сидбулаева. Эля, ты в эфире, здравствуй. Расскажи, что взорвали, кто взорвал, есть ли жертвы, что тебе известно? Да, Наташа, неизвестные взорвали железнодорожный мост, это единственный железнодорожный путь к городу. Он полностью разрушен, все это произошло около двух часов ночи, недалеко от поселка Мухина. Взрыв был слышен, за несколько километров в домах потрескались потолки и повылетали стекла. С дивана подскочила, как до пружинок, с такого перепуга. На этом стратегическом мосту не было охраны, правоохранители и местная власть работают в усиленном режиме, просят местных жителей быть крайне внимательны, следить за подозрительными вещами, говорят, теракта можно было бы избежать. Была попытка еще одного террористического акта, мост на улице Заозерной. Там, к счастью, сам террористический акт не состоялся, его удалось предотвратить, но имеются жертвы, один человек погиб, один ранен. За полтора часа до взрыва мост охранники отбили нападение неизвестных людей в камуфляже на соседнем мосту. Это недалеко от завода Азовстали. Именно через этот мост к Азовстали подводят материалы в результате перестрелки. Один охранник погиб, а вот второй находится в больнице. И защитник, и освободитель Мариуполя, генерал-майор Николай Климчук, был ранен в Донецком аэропорту. Сейчас находится в Днепроветровской больнице. В начале сентября президент Порошенко наградил его орденом Богдана Хменистского 2-го степени в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. При каких конкретно обстоятельствах он получил травму, врачи точно сказать не могут. Поздно ночью нейрохирурги закончили операцию, декомпрессию сняли. На сегодняшний день состояние генерала стабильно тяжелое. Идет на поправку. На окраинах Мариуполя было сегодня также неспокойно. Боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районе Чермалыка. И также военные заметили вражескую разведку. Пока это вся информация на данный момент. Наташа. Спасибо, Эля. Эльвина Сигулаева была с нами на связи из Мариуполя. Люди, живущие на оккупированных территориях. О чем они говорят сегодня? С какими проблемами сталкиваются? И как они их решают? Давайте послушаем жителей Донецка и Луганска. Даже не думали, что это счастье. Например, вот елка стоит под магазином. И я счастлива. Я вижу эту елочку. Есть надежда на лучшее. Вот. Не гремит. Суночь спали спокойно. Это вообще невиданное счастье. Мы находим много радостей с жизнью сейчас. Ну, которых раньше просто не замечали. Проходили мимо. Я ожидал, да, до конца этой войны. Чтобы наконец-то перемене. Чтобы люди вернулись домой. Чтобы не боялись взрывов. Не боялись от пули. И вообще не боялись за свежи. Не боялись за свежи детей. Главное, чтобы был мир. Почему не говорят, что мы заложники. Заложники ситуации. Ведь мы не можем не покинуть свои дома. Никуда-то уехать. У людей нет денег. Мы только для других городов, для других стран. Мы террористы, сепаратисты. Мирных жителей и заложников ситуации в городе не существует разве. В Донецке появились елочные базары. Правда, цены на пушистые красавицы для нас теперь слишком высокие. Может, поэтому покупателей там очень мало. Да и настроения у большинства горожан совсем не предновогодние. Город хмур, угрюм и безрадостен. Россия ликует. Несколько тонн национальной гордости там сегодня запустили в космос. Что отправилось на околоземную орбиту и почему Шойгу везде успел, знает Данил Русаков. Он в Москве. Экологически чистой назвали российские СМИ ракету, запущенную сегодня с космодрома Плесец. Ангара-5 совершила свой первый полет в открытый космос. Сообщается, что при следовании на геостационарную орбиту одна из ступеней аппарата отделилась и упала на территорию республики Коми. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Известно, что пуск испытательный, конечная точка заданного полета на высоте 36 тысяч километров. За этим металлическим детищем пристально наблюдало все высшее военное начальство. И сам президент по видеосвязи отчеты слушал. Официальные сообщения традиционны. Все проходит штатно, проблем нет. Верховный главнокомандующий благодарит людей в форме. Тяжелая Ангара-5 может выводить не только спутники, но и нести разделяющиеся ядерные боеголовки. Это главнее, чем освоение околоземной орбиты. А министр обороны Шойгу сегодня стал одним из главных ньюсмейкеров. Он и за космодромом Плесецк следил. И Беларуси, как считают многие, намекнув, чьей она орбите. Речь о системе С-300 и увеличении военного присутствия на территории подконтрольной Минску. Кремль планирует доставить туда новые самолеты и вертолеты. Их разместят на российской военной базе, которая уже много лет существует в этой стране. Причем заявление официально приписываемому Шойгу говорится, якобы таким образом получится сохранить безопасность на общем воздушном пространстве. И все это на следующий день после визита Лукашенко в Киев. Отношения Москвы и Минска, кстати, переживают очередной виток напряженности. Расчеты теперь только в долларах. Таможенный союз уже хоронят, но тихо и без музыки. А тут вдруг заявление об общей безопасности. Кстати, оно не первое и не второе. Ракеты, самолеты, вертолеты все чаще становятся аргументом на фоне низких цен на нефть и падение рубля. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Одни боятся мигрантов, другие их защищают. Людей с такими полярными взглядами примерно 50 на 50. О немецких страхах и немецкой толерантности подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Еще месяц назад сотни сторонников, сейчас тысячи. Еще месяц назад митинги только в Дрездене, сейчас в Дюссельдорфе, Бонне, Вюртсбурге и других городах Германии. Это новое немецкое движение Пегида, патриоты-европейцы против исламизации Старого Света. Они скандируют народ, это мы. От властей требуют ужесточить иммиграционную политику и уменьшить прием беженцев. Германия это не страна иммигрантов. Интеграция не означает жить рядом друг с другом. Это жить вместе на основе наших ценностей, конституции, немецкой культуры. Почему лозунги Пегида вдруг стали популярными в толерантной Германии, объясняют социологи. Лидеры движения играют на страхах и предрассудках немцев. Кто-то насмотрелся новостей об экстремистской группировке ИГИЛ и немцах, воюющих в ее рядах. Кто-то просто боится за свое будущее. Многие боятся, что потеряют работу, что будет расти арендная оплата за жилье и так далее. Возникает синдром недовольства, на котором играют лидеры движения. Популярность движения пугает немецких политиков. Это тот случай, когда и правящие партии, и оппозиция согласны с Ангелой Меркель. В Германии свобода демонстрации. Но в Германии нет места клевете и травле людей, которые приезжают к нам из других стран. А пока политики думают, как бороться с новым движением, рецепт нашли их избиратели. Демонстрация, как ответ на демонстрацию. Это уже традиция, когда на улицы выходят сторонники Пегида. В этот же день и в это же время на митинг собираются их противники. И последних с каждым разом тоже все больше. Татьяна Лугнова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Время отключения света. Где-то он сейчас есть, во многих городах и селах нет. И вот оттуда, где его чаще всего отключают, у нас будут прямые включения. Сегодня это Черкасса, Днепропетровский, Богославский район. Это не все. Смотрите нас. Ни соли, ни перца, ни лаврового листа. Просто отварите его в Кока-Коле. Майонезный синдром, камин-ауты и гей-френдли Марин Лепен. Тайна рубильника. Как понять, когда у вас вырубят свет? Вот тут написано, что после детей до 11, да? Вчера было, наоборот, с 11 до 2. Кому выгодно банкротить главный аэропорт страны? Сегодня коллектив Борисполь в очередной раз пришел с требованиями к Министерству инфраструктуры пресечь действия нынешнего руководства предприятия. Сотрудники возмущены тем, что начальство все больше услуг по наземному обслуживанию авиарейсов передает частным фирмам, напрямую связанным с группой приват и авиакомпанией МАУ. Это классическая схема намеренного банкротства. Сначала авиаперевозчикам настоятельно рекомендуют перевести обслуживание к коммерсантам, затем отчитываются об убыточности аэропорта, а там и до приватизации недалеко. Кроме того, МАУ почему-то либо не платит аэропортовые сборы, либо оплачивает их по минимальным ставкам, гораздо дешевле, чем другие перевозчики. Коллектив требует отменить распоряжение исполняющего обязанности директора Борисполя и организовать встречу министра с ними. Мы добровольно передаем в частные руки курицу, которая несет нам золотые яйца. Мы отказываемся от службы наземного обслуживания путем передачи в частные руки, которые, скажем так, мы понимаем, кому принадлежат. В данный момент это будет монополизм на рынке. Если влада не почуя, не прислухается к думке людей, то, конечно, будут, я так думаю, люди уже настроены, очень сильно настроены, так что могут даже выйти под администрацию, под Верховную Раду своими вымогами. Интрига дня в Одессе. Кто займет пост председателя облсовета? Сегодня за него шла активная борьба. Одни депутаты взывали к совести, другие в ответ смеялись. Чем все закончилось, знает Андрей Анастасов. Митинг майдановцев перед зданием одесского облсовета совсем немногочисленный. Выступает против Михаила Кучука. В прошлом замглавы Киевской городминистрации работал и во время событий на Майдане. Теперь советник одесского губернатора претендует, дескать, на освободившуюся должность председателя облсовета. Должно быть какое-то покаяние, наверное, чтобы мы делали не только как при Януковиче. Старые лица не могут сделать новый рывок в Европу. Но Кучук, вопреки прогнозам, кандидатом так и не стал. Претендентов в итоге двое. Михаил Шмушкович и Дмитрий Волошенков. Оба бывшие регионалы. Волошенков и его сторонники настаивают вопрос избрания председателя. Крайне заполитизирован. Решение, мол, приходит сверху путем манипуляций и интриг. Почему-то мы превратили выборы председателя областного совета в колуарные переговоры, встречи по кафе. Я хочу понять и не могу понять, почему люди потеряли чувство достоинства, совести. Коллеги на это парируют, мол, так было и раньше. Ничего удивительного, чем вызывают ироничный смех и аплодисменты. На кухнях, в коридорах, в туалетах, в курилках идет агитация. Это естественный процесс. Шмушкович и не только он блещет свежестью риторики. Самая главная наша задача сохранить мир и спокойствие в регионе. В конце концов, никуда не девалась угроза сепаратизма, особенно на юге, в Бессарабии. В итоге путем тайного голосования определились за Волошенкова 20 голосов, за Шмушковича 78. И он становится председателем облсовета. Напомню, это место освободилось после того, как прежний руководитель Алексей Гончаренко ушел депутатом в Верховную Раду. Теперь вопрос, работает ли Михаил Шмушкович с губернатором, который хотел видеть вместо него Кучука. Пока никаких комментариев сегодня не было. Андрей Анастасов, Игорь Михамошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Дела семейные. Пока правительство ищет, у кого забрать и наполнить бюджет, на счетах государственного ипотечного учреждения зависли 5 миллиардов гривен. Куда идут эти деньги? Какие схемы и связи со сбежавшей прошлой властью работают по сей день? Подробнее Алексей Пшемысский. Одни бежали, другие остались. Руководитель государственного ипотечного учреждения Андрей Камус и его зам Юрий Зотц. Чиновники, получившие аккарт-бланш, а теперь уже беглецов Януковича и Азарова. Активно развивали ГИО еще с 2009 года. Но после смены власти не то, что не лишились кресел, а еще и пошли вверх по карьерной лестнице. Люк Россия! Люк Россия! Тысячам украинцев тогда обещали кредиты на жилье под невероятное 3%. А тогда премьер Азаров с барского плеча раздавал ключи от квартир. Те, кто попался на удочку государственных благодетелей, уже несколько недель пикетируют Министерство финансов и налоговую. Людей просто кинули. Я на сегодняшний день фактически могу остаться, ну как, в принципе, без проплаты, во-первых, потому что сейчас подняты проценты очень большие. А вот то, что нам обещали по 3%, а сейчас уже поднялись проценты, поднимаются, поднимаются с каждым днем. Это 13-15%. На счетах государственного ипотечного учреждения больше 5 миллиардов гривен, но реально средства получают не более 100 семей. Куда идут остальные деньги? На каком-то этапе, видимо, государственное ипотечное учреждение посчитало, что ее основной задачей является не жилищное строительство, не обеспечение людей дешевым жильем, а зарабатывание денег. И, увлекшись этим процессом, она превратилась в некоего судебного воина, который, вся его деятельность заключается в том, чтобы судиться, получить с банка сверхприбыли. Мы отправили в ГИУ запрос, когда Андрей Камус и Юрий Зотц ответят за содеянное и покинут насиженные места. Они явно подпадают под люстрацию. И вот какой пришел ответ. Люстрацию считают провокацией. И действительно, что общего может быть у чиновников, обслуживавших Януковича с новой Украиной? Но в департаменте люстрации, который пока еще при Минюсте, нашли в знакомстве руководства ГИУ, закрывают глаза. Министерство юстиции нам ответили. Не их это, оказывается, дело. А пока что сотни обманутых украинцев требует Минфин, госпожу Яресько, разобраться, куда же идут наши с вами деньги. Почему и кто сократил в прошлом году основной фонд ипотечного учреждения на 196 миллионов гривен? Кто зарабатывает на облигациях, которые покупают ГИУ у частных банков? И сколько миллионов ушло от чиновников ГИУ на виллы Азарова и семьи в окрестностях Вены, которые вы видите? В руководстве ГИУ даже не скрывают. Вопросов к ним очень много. И вполне вероятно, что лишь люстрацией дело не закончится. Не исключено, что прокуратура уже ими занимается. И один еще большой вопрос к министру Яресько. Зачем кормить такую структуру, как ГИУ, когда кормить нечем миллионы обездоленных людей? Завтра мы покажем, сколько стоит их содержание, на чем они ездят и схемы. Алексей Пшамызский, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Второй наезд за последние два дня. Во французском городе Нант на рождественской ярмарке микроавтобус врезался в толпу людей. 10 человек ранены. При задержании водитель нанес себе ножевое ранение. Подобный инцидент произошел несколько дней назад в Дижоне. Там водитель автомобиля сбил более 10 пешеходов под крики «Аллах Акбар». В прокуратуре сообщили, что у мужчины психическое заболевание. Его более 150 раз помещали в психиатрическую клинику. Правительство Франции мобилизовало дополнительно 300 солдат. В праздничный период они будут помогать полицейским патрулировать улицы. Майонезная эпопея бельгийского премьера продолжается. Кто теперь отдувается за то, что его облили кетчупом и майонезом? И кто внес раскол в гетеросексуальные ряды Национального фронта Франции? Подробнее обо всем София Гордиенко из Парижа. Бельгийские феминистки, прошедшие школу украинских фэмен и отпочковавшиеся в свою организацию Лилит, сослужили неплохую службу премьер-министру. Во-первых, весь мир узнал, кто такой Шарм Мишель. А во-вторых, сами бельгийцы поняли, что охрана главы их правительства не стоит и выеденного Карнетта картошки фри. Ведь на момент нападения в здании находилось 15 человек секьюрити. Нет жесткой экономии, Мишель, убирайся! Но что там премьер-министр бельгийцы? В принципе, народ щедрый и любит почивать гостей кондитерскими изделиями. В 2007-м эти охранники не уберегли самого состоятельного человека планеты Билла Гейтса. Вот миллиардер улыбается, а минуту спустя уже нет. Этот процесс называется вотортовление. Придумал и воплотил его в жизнь местный художник Наэль Гадан. Жертвами были и Николя Саркази, и философ Бернар Анрель Ви. Так что премьер Мишель, в принципе, легко отделался. Хромает охрана и у французских ультраправых. Они однажды проснулись и увидели в своих рядах тех, кого еще десяток лет назад Липен старше и на порог бы не пустил. Два члена национального фронта оказались не совсем гетеросексуальными. Но если Себастьян Шину, основатель сообщества Гей Лип, никогда не скрывал свою ориентацию, то другому его однопартийцу каминг-аут устроили журналисты. Правая рука Марин Липен. Слариан Филиппо был запечатлен с мужчиной во время романтического променада в Вене. Филиппо тут же нашел врагов. Мол, все это за океанский пример виноват. Я против американизации. У нас должно быть четкое разделение на частное и на общественное. Марин Липен тоже встала на защиту блудного зама, чем возмутила старожилов партии. Некоторые из-за гей-лобби решили уйти из национального фронта. Но что держаться за стареющих националистов, если с новым имиджем гей-френдли ультраправые могут перетянуть к себе прогрессивных гашистов? Вся эта история, конечно, не пахнет ни цивилизованностью, ни толерантностью. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интера. О том, как он пел, говорил весь мир. И о том, что он ушел, говорит весь мир. Джо Кокера больше нет, но его голос остался. Дмитрий Еловский из Вашингтона. Его узнали и полюбили еще в конце 60-х годов, после легендарного фестиваля Woodstock, где он так талантливый и так непохожий спел песню Beatles Это Джо Кокер, чей бархатный низкий голос влюблял в себя поклонников на протяжении десятилетий. Он родился 70 лет назад в британском Шеффилде, в городе Шахтеров. Это что-то вроде украинского Донбасса. Семья еле сводила концы с концами. Образование Кокер получил минимальное, но с детства знал, музыка это его. Выступления в местных дешевых пабах могли бы продолжаться бесконечно, но его все-таки заметили продюсеры и предложили выступить на разогреве у потом уже знаменитых Rolling Stones. Кокер быстро нашел свою фишку. Белый парень пел, так как обычно поют темнокожие, душою. И сразу стал любимцем публики по обе стороны Атлантики. Потом, правда, был кризис. Слишком много алкоголя, слишком много наркотиков, слишком мало своих песен, в основном кавера. О нем вспомнили в Голливуде. Саундтреки к фильмам стали паять из его хитов. Достаточно вспомнить хотя бы Шлягер «You can keep your head on» из фильма «Девять с половиной недель». В 90-х его коллаборация с Катрин Денёв взорвала уже поколение Пепси. Выступив в качестве ветерана в Удстоке в 94-м году, Кокер дал мастер-класс молодым. Часто приезжал в Украину с гастролями, и каждый раз это было настоящее музыкальное шоу, событие, перформанс. В последние годы Джо Кокер боролся с раком. Жил на своем ранчо в Америке, в штате Клорадо, но болезнь оказалась сильнее. Впрочем, его голос с хрипотцой абсолютно точно с восторгом будут слушать еще не одно поколение. Дмитрий Уловский, Юрий Романюк, подробности. Американское бюро телеканала «Интер». За что израильского футболиста дисквалифицировали на 99 лет? Как журналист BBC принял дозу прямо во время эфира? И что случится с айфоном, если его хорошенько проварить в Кока-Коле? Об этом и не только в нашем обзоре. Шестой айфон, проваренный в Кока-Коле. Это видео стало хитом интернета. Набрало почти 3 миллиона просмотров. Совершенно новый телефон несколько минут проварили в газированном напитке. Конечно же, после такого надругательства айфон не заработал. Но на удивление, его корпус остался почти невредим. Вот только цель эксперимента так и осталась неизвестна. Наша служба и опасна, и трудна. Журналист британского BBC не постеснялся выставить себя на посмешище. Квантин Сомервилл запостил видео, где дубль за дублем пытался вести репортаж. Все попытки заканчивались идиотским смехом и в результате переросли в истерику. Объяснение неадекватного поведения журналиста простое. Он пьянеет с каждым дублем. Позади куча горящего опиума, героина и гашиша. Купи слона. Одна из самых бедных стран Африки, Зимбабве, распродает животных из национального парка. Из-за нехватки денег на обслуживание огромнейшего заповедника. Первыми решили пожертвовать самыми крупными млекопитающими. И выставили на продажу 62 слона. Цена одного элефанта от 40 до 60 тысяч долларов. Вне игры на 99 лет в Израиле футболист получил рекордную дисквалификацию. Оказывается, Атаф Абу Беляль играл параллельно за две команды. Израильскую и палестинскую. Этот факт Федерация футбола и официальный Тель-Авив посчитали возмутительным. Тем более, что между Израилем и Палестиной уже несколько десятилетий не утихает вооруженный конфликт. Эксперимент не удался. В американском Техасе погибли 13 подопытных маках. На животных тестировали лекарства от различных болезней. Но убила обезьян не это, а обычная халатность. В исследовательском центре сломался термостат. Макаки погибли от повышенной температуры. Ну вот если в Техасе сломался просто термостат, то у нас все намного сложнее. Приблизительно вот в это время во многих городах, селах нашей страны света нет. Экономия. Сейчас у нас будут включения из Черкассы, Днепропетровска и Богославского района. Это Киевская область. Там в субботу люди грозились перекрыть дороги из-за непонятного графика отключения электроэнергии. Начнем с Черкасс. С нами на связи Станислав Кухарчук. Стас, здравствуй. Что у вас со светом? Наташ, похоже, в Черкассах назревает социальный бунт. Всю прошлую неделю горожане митинговали против аварийных отключений света, а точнее их хаотичности. Никто не знает, где и когда энергетики вырубят рубильник. Но ближе к выходным в Черкассе облэнерго все-таки пообещали создать точные графики отключений. Их даже расклеили возле подъездов. Тут написано, что после 9 до 11, да? Вчера было наоборот, с 11 до 2. Сегодня вроде, не знаю, сегодня вроде совпадает. Энергетики оправдываются, людей не хватает. Поэтому отключения проводят в автоматическом режиме. Графиков иногда действительно не придерживаются. А вот горожанам остается только потерпеть временные неудобства. Минимум до весны. Из этих графиков, которые сейчас уже размещены на сайте, они более подробны. Там исключены, в первую очередь, это больницы, котельные, водозаборы. Ну и еще частично жилая застройка, которая имеет 14 или 16 этажей. Но и с этим заявлением Облэнерго получилось как-то неловко. Новые высотки, которые полностью зависят от энергоснабжения, по-прежнему отключают. Здесь отопление и подача холодной воды осуществляется принудительно. Электрическими насосами. Без света здесь, ну, никак. Ну вот совсем неутешительная новость. Накануне Трипольская ТЭС, которая снабжает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, отключила несколько энергоблоков. Закончился уголь. При этом витрины в центре Черкасс при полной иллюминации. Здесь свет не отключали ни разу. Наталья. Спасибо, Стас. Это был Станислав Кухарчук. Теперь Днепропетровск. С нами на связи Наталья Грищенко. Наташа, здравствуй. Какая у вас ситуация с отключениями? Ну, в Днепропетровской области отключения света идут полным ходом. Обесточивают заводы, жилые дома и даже объекты социальной сферы. Но вот, правда, школы и детские сады стараются предупреждать об отключениях заранее, чтобы дети не остались голодными. Ведь в столовых там работают электрические плиты. Ну, мы пришли заранее. Мы пришли в 5.30. В полшестого утра мы пришли, два повара пришло. Ну, я и повар. И чтобы плиты разогрелись и начали варить. Ну, а вот для обычных людей отключение света каждый раз неожиданность. Жители не знают, когда и насколько они погрузятся в темноту. Ведь на официальном сайте Углэнерго никаких графиков нет. Могут отключить с утра, могут отключить в обед. Ну, когда взумают, тогда я отключаю. А на много отключают? И на 2, и на 4 часа. Если они отключают свет, они должны нас предупредить, жильцом. Кроме того, дома погружаются в темноту неравномерно. Одни дважды в день, другие не трогают вовсе. В Углэнерго объясняют, что дело в том, что графики отключения старые, и сейчас их приходится заново пересматривать. Графики уже разработаны. Мы сейчас их отформатируем и выложим в удобном для абонентов формате и на сайте своем. В то время, как дома отключают, центр Днепропетровска сияет огнями. Как вы можете видеть за моей спиной, фонари на улицах в центре города действительно работают в обычном режиме, а торговые центры сияют рекламой. И вот такая картина в условиях сегодняшней энергетической голодовки возмущает жителей города больше всего. Наталья. Спасибо, Наташа. Ну и Богуславский район, Роман Бочкала с нами на связи. Ром, что в районе происходит после субботнего нашего оттуда включения? Людям стало легче? Добрый вечер, Наташа. В Богуславе периодически дождь, временами нет света, конкретно сейчас он есть в домах, но отключено уличное освещение. Что касается, стало ли легче, то да, действительно, после нашего эфира в минувшую субботу свет стали отключать гораздо реже. Если раньше электричество гасили по 5-6 раз в сутки, то сейчас не более двух раз, а в воскресенье электричество вообще не отключали ни разу. Після вашего оттуда включения, когда вы до нас приезжали в субботу, после того, субботу, неделю нас не отключали. Вчера только отключали раз. Вони сделали новый график из 10 до 12, и вечером из 8 до 10. Побещали нас отключать, а то отключали по 4 раза в сутки. Техника погорела, холодильники горят, микроволновые печи горят, у кого стоят морозильные камеры, насосные станции горят. На плечи людей лежит ремонт своего оборудования. Ну и грядут праздники. Энергетики обещают вообще не отключать свет 31 декабря и 1 января. Сегодня по этому поводу прошло селекторное совещание в Министерстве топлива и энергетики, но гарантий нет. В Богославском же районе рады, что хотя бы теперь электричество здесь отключают не чаще, чем у всех остальных. И благодарят за это подробности. Спасибо. Спасибо. Спасибо, горе. Студия. Спасибо, Рома Рабан Мачкала об отключениях электричества в Киевской области. Информация постоянно обновляется на нашем сайте подробностей ЮЭ. В прямом эфире мы увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Продолжение следует...